Тема лекции у нас с вами вопросы сатанизма, рок-музыки и ее влияние на психику и духовно-нравственное состояние человека. Ну, как мы с вами уже говорили на предыдущей лекции, темы очень эти непростые. Почему? Ну, потому что, когда говоришь о таких вещах, невольно соприкасаясь с теми силами, которые за ними стоят, и, конечно, это вызывает мало духовной радости. Гораздо приятнее читать лекции, обсуждать духоносные, благодатные предметы, вознося сердцем Богу. Но, как говорил апостол Павел, не только не участвуйте в неплодных делах тьмы, но и пачи обличайте. И мы не должны не знать действий лукавого в этом мире, потому что он искушает каждого человека, искушает род человеческий, и, стараясь каждого из живущих, поставить зависимость от себя, найти ниточку к его душе и через эту ниточку дергать, управлять им, если есть возможность, то и вселиться в него, а после забрать его душу в преисподнюю, где он будет находиться сам. И поэтому мы должны знать уловки сил демонических и его воздействия на общество. К сожалению, не должен отметить, что наше общество, конечно, носит постхристианский характер. Уже христианских западей, евангельских истин, они уже не являются сутью для жизни современного общества. И все меньше и меньше людей руководствуют ими. А есть такие, которые пытаются и совместить и христианство, и служение страстям, и служение мамонии, и так называемый православный кофромизм. То есть, как бы, сочетать несочетаемое христианство без аскетики, христианство без аскетических трудов. А такое христианство комфортное, спокойное, эстетичное. И, к сожалению, некоторые даже наши иерархи, забывая о сути христианства, начинают проповедовать идеи ложные глубинной христианской аскетики. Вот недавно мне пришлось побывать на Святой Земле, и я был в монастыре Сава Священного. Это один из первых монастырей на нашей земле. И все мы живем по уставу преподобного Сава Священного. Там же жил и подвижался великий святой Иоанн Дамаскин, чьи творения составили огромную часть наших богослужений. В свое время там жил и подвижался какой-то период времени Феофан Затворник. То есть, основа основ. Там до сих пор нет ни электрического света, и не будет. А там монахи подвизаются и действительно в основном молитве. Я был на такой службе. До этого была вечерня с трех до семи. А потом с двенадцати до восьми всеночное вдение. А потом сделали небольшой перерывчик, выпили по стаканчику воды. Еще полутора часа молитвы, потом завтрак. Ну вот представьте режим. Когда я приехал, там уже три дня были подряд праздники. И три дня подряд люди жили вот такой жизнью. Монахи отдали свои теле приезжим паломникам. Потому что они говорят, а зачем они нам? Все равно спать некогда. Вот подвиг. И действительно там люди духоносные мужи. И там служил такой архиепископ Аристарх, заместитель патриалка Феофила Иерусалимского. И он три дня, три дня и ночью, и днем, и в молитве, и в труде, и сам и читал, и пел. И никаких и подьяконов, и великая молитвенность, и помощь людям, которые приходят к нему за советом. Искренний анскетизм. Вот она сущность христианства. Забывая о комфорте, приговоря телом, жить духом, жить благодатью Божией. Конечно, Господь и дарует таким людям и дары прозорливости, и способности исцелять и болезни, и помогать страждущим людям здесь на земле. Приходишь к такому человеку, хотя языка-то греческого не знаешь, но знаешь язык любви, чувствуешь дух святой, который в нем живет. И пребывание там дает огромную духовность, силу укрепляет и помогает. Видишь, жив христианский Бог и живы его духовные носители. Но одновременно вот с такими светочами существуют повсеменно в мире и движения совершенно обратные по духу. Крайние движения. Вот тоже движение сатанизма. Что такое сатанизм? Это поклонение Люциферу. Поклонение ему как Богу и призывание его в помощь в различные роды беззаконных и смертных делах. И надо вам сказать, что сатанизм на сегодняшний день все больше и больше распространяется по всей земле и на удивление нашей России, некогда православной державе. Особенно в университетах, в московском университете, в нашем, я знаю, сатанисты. Вот там он культивируется. Как бы некое его сосредоточение. Ну понятно, что над этим работают и сами сатанисты, и кто их покрывает. Мы с вами говорили на прошлый лекция о том, что существует целое движение, которое носит название New Age. Новый век. А что за новый век-то? А это новый век, когда люди будут обладать особыми способностями, особыми способностями контакта с иным миром. То есть будут бесоуправляемыми и бесоводимыми. Но поскольку, так сказать, поклонение чистости, ну как-то оно вроде бы и не пристало бы дьяволу поклонникам, и красиво, Вот движение New Age старается одеть это направление в красивые одежды, кинематографа, в красивые обольстительные выражения различных оккультных книг, течений, писаний, так далее и тому подобное. Но суть это движение одна. Открыть и подготовить человека для контакта с миром падших духов. И вот крайняя форма контакта, это непосредственно сам сатанизм. В чем его суть? Ну, люди, как я уже вам говорил, поклоняются непосредственно сатане и делают все, чтобы заслужить его благоволение в этом мире. Само это движение сатанизма появилось во втором веке нашей эры среди гностиков. Вот как появилось христианство, как появился Христос, сразу же против этого и появилось открытое движение сатанистов. Вот как появилось христианство, сразу же возникло и масонство. Это тоже оккультное движение, которое стремится подавить и уничтожить все, что связано со Христом и установить вот эти законы сатанизма во всем мире. Значит, с чем связано это поклонение? Оно связано с пультами, и центром этого пульта является черное место, на которое приносятся различные роды жертвоприношения. Приносят жертвы животных, а иногда и людей. Значит, самое главное не просто убить, уничтожить жертву, а истязать ее, чтобы она испытывала больше мучений. Это мучение и страдание жертвы и является сутью наслаждения сатанистов, которые подпитываются от этой страданий опленной энергией и мучением своих ближних и животных. Они как бы служат сатане. Почему? Ну, мы с вами знаем, что для мира падших духов радость – это чужая боль и чужое страдание. Как для Христа радость – это счастье и любовь и мир, так и для антикода Христа Дьявола радость – это муки, страдания, боль других существ. И вот причиняя муки и боль и страдания других существ, они этим самым служат своему хозяину из мира падших духов. При этом, дорогие мои, очень часто используется принесение в жертву не просто животных, кожух, собак, но и людей. И в основном, значит, людей невинных, чистых. Вот чище человек, значит, чем более радостнее эта жертва Люциферу. Поэтому часто они приносят жертву младенцев, воруют младенцев, христианских младенцев, хрещеных младенцев и также могут принести жертву. И вообще приносят жертву всех, кто не угоден сатане, кто против выступил сатанистам, чем истезуют, выпускают кровь, уничтожают, убивают во всяческих, так сказать, садистских направлениях этого действия. Обычно они встречают черное место на теле обнаженной женщине, стоящей в развращенной позе, находящей на ее теле, ставят, значит, чашу с мочой или с кровью проститутки, которую потом все, так сказать, употребляют. Значит, в руках они держат черные свечи, по возможности они стараются сделать эти черные свечи из жира некрещенных младенцев. То есть, умертляют некрещенных младенцев или морги берут и вот из этих делают свечи и с этими свечами там предстоят. Главная их задача – это нарушать все запады Христа. Это все христианство наоборот. Мы с вами знаем, что стриотцы называли дьявола обезьяной Бога. Он пытается подражать Богу, но поскольку он является все лишь жалким созданием, творением, которое извратило себя отступлением, отпаданием от добра, он может только совершать жалкие потуги, смешные, как обезьяна, которая совершает свои действия, подражая человеку. Поэтому многое сделано, взятое из христианства, но все сделано наоборот. Например, сатанисты часто используют свои символики и свои практики православных крестов, но перевернутых вверх ногами. Так что, если вы видите на каком-то певце или, так сказать, человеке крестное знамение, восьмиконечный крест, перевернутый вверх ногами, значит, это сатанист. Дальше, при своих ратуалах и заклинаниях, они используют молитву «Отче наш», читая ее наоборот, «Отче не наш», и «Жене и си», и так далее, и так далее. То есть, как бы извращая суть молитвы, коверкая ее и издеваясь над ней. Обязательным символом в оргиях сатанистов является пентаграмма. Ну, знаменитая наша пятиконечная звезда, которая до сих пор высится на кремлевских башнях, сияя красным кровавым рубиновым цветом. Вот эта звезда, перевернутая вверх ногами, она является изображением самого сатаны. Мы видим рога, уши и бородку. Еще ее называют малой, средней печати антихриста. Ни одно оккультное действие не обходится без употребления пентаграммы. Поэтому, если вы видите многочисленное количество пентаграмм, знайте, что эти люди в той или иной степени причастны к сатанизму, ведая того или не ведая. И не случайно сегодня на многих вкладах у китайцев пентаграмма, у американцев пентаграмма, у нас за последнее время пентаграмма. О чем ты говорил? Это говорит об одном, что дьявол здесь стоит и дьявол здесь руководит. Это знак для тех адептов, которые понимают происходящее. Всякая символика имеет свой глубинный смысл. Как крест наш имеет смысл Христа. И то, что мы христовы, и мы веруем, исповедуем и любим его. То же самое пентаграмма, она играет совершенно противную роль. Значит, являясь знаком того, что человек принадлежит к сатанистам. А многие глупые люди, не понимая, сами того активно это употребляют. Кроме того, главная заповедь сатанистов в нарушении всех заповедей. Ты должен быть свободен от всех христианских заповедей и должен всех их нарухать. Вот в этом смысл жизни сатаниста. Общая вседозволенность. Можно все. Мстительность. Самая главная черта. Мсти врагу. Никому не прощай. Значит, только так ты сотворишь правое дело. Вот мне как-то пришлось комментировать один фильм документальный. Режиссер этого фильма проник в банду сатанистов. И они, думая, что он сделал на них такую хорошую популярную программу, разрешили совершить ему документальную съемку. Но он отснял материал и пригласил меня его прокомментировать. Этот фильм, он даже как-то интеллиген, давно уже показывался, назывался он «Бал сатаны». И там есть документальные кадры. Ну, кто такие сатанисты? Часто это молодые ребята, которые вначале слушали рок-музыку, тяжелый металл, увлекались этой символикой, потом пришли к изучению соответствующей литературы, потом проникли в глубины сатанизма. О рок-музыке мы с вами отдельно поговорим, которая напрямую связана с сатанизмом. Напрямую. Так вот, этот молодой парень, сатанист, они занимались тем, что приносили жертву животных. В частности, есть документальный фильм о том, как они приносили жертву кошку. Перерезали горло, выцеживали кровь, значит, в эту пентаграмму. Потом этой крови, как говорится, помазали одну девицу, которую посвящали в сатанистские, и призывали, так сказать, духа лолить, то есть садовой сатанинской князей, прийти и вселиться, и завладеть ее. И потом занимались оргиями. Ну, нужно вам сказать, что если Богу служат целомудрой чистотой, то дьявол служит всегда неистым развратом и различной роды сексуальными извращениями. Не просто блудом, но и мужеложеством, и скотоложеством, и лесбиянством. Все виды греха блудного, они являются обязательным качеством присутствия этих сатанистских органов. И, в общем-то, все теории, как правило, этим и заканчиваются. Ну, вот на сегодняшний день мы можем выделить несколько групп из всех поклонников сатаны. Ну, отдельные малочисленные семейные группы потомственных адептов сатаны, так называемые черные сатанисты, которые целыми, семи из поколения в поколение, служат сатане, они скрывают там свое услужение, стараются вредить, конечно, людям, насылать проклятия, заклятия во время своих ритуалов, подкрепленные кровавыми, так сказать, жертвоприношениями. Второе, просто сатанинские группы, группы демонов-поклонников, ряд отдельно практикующих колдунов и ведьм, некоторые течения шамаизма, некоторые тайные общества и оккультные группы. Ну, первый уровень, самостоятельно изучающий любитель. Он состоит из индивидов, которых сатанизм привлек через популярные книги по данному предмету или через другие доступные источники. Любитель обычно не связан с осложненной группой или культом, хотя могут существовать и небольшие местные группы любителей. Второй уровень, психологические сатанисты. Это индивиды, которых сатанизм привлек потому, что он выглядит как четко выражающий и облагоражающий побуждение, которое же у них существует. Другими словами, индивид получает сатанизм в завернутом виде, как уже существующую патологию. То есть, он уже внутренне предался сатане, предался греху. Ему необходимо учение, которое как бы подтвердило его действия и дало возможность целенаправленно их выполнять. Третий уровень, религиозный сатанизм, состоит из публично известных групп, таких как Церковь Сатаны в США, Калифорнии, которая, кстати, зарегистрирована наряду с Православной Церковью и другими церковными организациями. Храм Сета в США, Южный Крест в Москве и другие. Эти организации открыто проводят рекламирование, имеют анкеты поступающих на работу, членские износы и все другие атрибуты религиозных групп. Четвертый уровень, черные сатанисты. Представляются группы, которые действуют тайно, явно должны быть ответственными за некоторые из случаев ритуального насилия, действуют чрезвычайно тонченными метами и состоят, как мы с вами говорили, из потомственных адептов сатаны, серьезно занимающимися сами отталкивающей формы оккультизма и поклонениями сатаны. Именно для них, в большей части, свойственны человеческие жертвоприношения. Идейным вдохновителем современных сатанистов считается выпускник Кембриджа, оккультист и автор ряда магических книг Алистер Кроули, который родился в 1875 году, а умер в 1947. Самый известный представитель Ордена Восточных Тамплиеров, его мистическое имя в воде было Бафомет, считавший, что сатана не враг человека, а жизнь, свет и любовь, именовавший себя зверем апокалипсиса и обучавший учеников. Алистер Кроули широко использовал практику йоги и буддийские тантрические обряды. Бывал в Китае, в Гималаях. Произведения танг-листского мистика, симпатизирующего Гитлеру, легли в основу многих станистских культов, включая их самую крупную организацию, церковь сатаны. Одним из основателем и побудителем возрождения и распространения сатанистов в прошлом веке был известный сатанист Лавей. Вот вспомним знаменитый фильм, который назывался «Ребенок Розы Мари» где тот Лавей, самозваный глава церкви сатаны в Сан-Франциско и автор сатанинской черной Библии. Исполнил роль дьявола, назвав впоследствии фильм лучшим коммерческим предприятием для сатанизма со времен Инквизиции. И здесь он привлек очень многих людей, участников, которые заинтересовались и сами стали поступать в сатанисты. Священная книга сатанистов – это Черная Библия, написан Энтони Шандром Лавеем, основателем церкви сатаны. Основной акцент церкви сатаны делает на материализме и гедонизме. Ну, значит, гедонизм – это течение, утверждающее, что смысл жизни – это поиск и получение наслаждений и удовольствий. Лавей заявил, «Храм великолепной всеразвольности мог бы стать отрада для людей, но главная же цель – собрать группу единомышленников и использовать их соединенную энергию для вызова темной силы природы, которая именуется сатаной. Это вызывающая эгоистически грубо религия. Она основана вере, что человек – непредалимое эгоистичное, агрессивное создание, чья жизнь представляет собой дарвенскую борьбу за существование, где побеждает сильнейший, что с землей пройдут те, кто борется до победы». Итак, самое главное правило астаниста – вседозвольность, животное существование, ничем не замутненная мудрость, доброта только к тем, кто это заслуживает, встительность, ответственность только по отношению к ответственным, животная природа человеков, совершение всех, как называемых, грехов, лучший друг церкви – тот, кто ее постоянно использует в своих целях. Но для философского обоснования они используют в философии Ницше. Основного облагающие идеи эстонизма крайне примитивны. Это «Сатана сильнее всех», «Каждый сам по себе – Бог», «Жизнь – это насилие», «Необходимо потворствовать и подчиняться своим низным инстинктам и влечениям», «Необходимо поступать в разрез требований общественных законов или быть равнодушен к ним», «Надо уничтожить свой голос совести и ни в коем случае не присутствовать к нему». Социальные структуры надо излагать изнутри, настоящая радость – это месть врагам, земная жизнь – это подготовка к переходу к аду для истязания своих врагов. Вот, дорогие мои, и, конечно же, главный враг православия. Остановлюсь на последнем пункте. Вот этот сатанист, который, так сказать, выступал в документальном фильме «Бал сатаны», он и говорил, что наша задача здесь – угодить сатане, потому что Богу угодить тяжело, надо очищать свою душу от грехов, надо дух святой стяжелать – это сложно, практически невозможно. Вот если грешить во все тяжкие, творить зло, ну тогда станешь другом сатаны, когда умрешь, будешь после смерти с ним вместе мучить других людей, станешь его помощником. Значит, вот это их, так сказать, идеология. Они не понимают самого главного, что нечистый дух – это обманщик, это зло воплощенное, это воплощенное страдание. И всех своих адептов он, конечно, сам же потом забирает. Они находятся сами в страшных мучениях, еще более страшнейших, значит, чем другие люди. И никакой ослабы на том свете им нет. Не случайно сатанисты, практикующие, оккультисты, они один за другим, значит, быстро погибают, сходят со сцены, им приходят на смены некоторые, и, так сказать, там всегда вражда, злоба, ненависть, ибо это суть дьявола и суть сатаны. Самое страшное, дорогой мой, что вот эта религия, она широко распространяется в наше время. И не просто широко распространяется, оно завладевает умами нашей молодежи, которые вольно-невольно усваивают те идеи, которые им и предлагают. И предлагают часто через разные формы, неожиданные формы. Одна из таких форм – это рок-музыка, о которой мы сейчас с вами и поговорим. Но надо вам сразу же сказать, что музыка, она играет огромное значение для жизни человека. Мы с вами часто слушаем музыку, мы включаем радио, мы включаем телевизор, мы слушаем различные песни. Эти песни оказывают сильнейшее эмоциональное воздействие на нашу психику, наше состояние. Даже трудно представить на сегодняшний день человека, который был бы совершенно чужд музыки в той или иной ее форме. Минуя критические барьеры разума, музыка прямо проникает в душу, подсознание, и во многом формирует настроение человека. Соответственно, с его содержанием, музыка может вызвать в человеке самые разные или возвышенные благородные чувства, и содействие, например, молитву настроению. Или, напротив, может вызывать самые греховные, темные желания и будить самые злые страсти. Должен вам сказать, что с древних времен музыке всегда подавалось большое значение. С одной стороны, в Библии мы знаем о серуфимах и херувимах, высших ангельских чинов, которые славят Господа. Например, Исайя, пророк, глава 6, стих 3-4. Об ангельском пении, откровение, глава 4, стих 8. О Давиде, который игрой на гуслях усмирял злого духа, столь мучившего царя Саула. О пении, как обязательной части ветхозаветного богослужения. Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверде силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его, хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтире и гуслях, хвалите Его стимпанием и ликами, хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на звучных кимбалах, хвалить его кебалок доброгласных, всякое дыхание дохвалит Господа, Аллилуйя, сказано в 150-м псалме Бога Вдохновенного Псалтиря. И молодичный музыкальный компонент с самых незаконных времен сопровождал молитву к служению Богу. Живший за тысячи лет до Рождества Христа, царь Давид был наделен Богом особым поэтическим талантом. Сочинял вдохновенные молитвы псалмы, которые мы с вами до сих пор читаем ежедневно и слышим за богослужением. Именно проникнутый пророческим духом, через эти псалмы он встречал людям о будущем. Как бы Бог сам о себе через эти псалмы открывал людям, показывал различные душевные и духовные состояния человека. И они именно пропевались и пели. Став последствием царем Израиля, Давид вел богослужение пения псалмов и учредил при Иерусалимском храме должности регулярных певцов и музыкантов. Пользуясь большим успехом, псалмы Давиды стали неотъемной частью как вездозаветного, так и новозаветного христианского богослужения. В обработке главным образом русских церковных композиторов многие псалмы Давиды и по сей день украшают православное богослужение. Священное Писание поощряет спокойное молитвы, настраивающее пение. Так, например, апостол Иаков советует. Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Подобный совет мы читаем апостол Павла. А с другой стороны, мы с вами знаем, что изобретателем инструментальной музыки был потомок Каина и Овалов. Он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Бытие, глава 4, стих 21. По толкованию свири концов, инструментальная музыка была изобретена и Овалом для творения своей чувственности, страстных влечений, как некий суррогат, помогающий забыть Бога, помогающий забыть ангельское пение, удовлетворить чувственность человека. То есть, общая цель всех потомков Каина – устроить царство Божие на земле без Бога. Современные медицинские эксперименты установили факт благотворного влияния спокойной классической музыки на процесс выздоровления человека. Об этом пишет, например, доктор Клайд Инаш, хирург при больнице Святого Луки в Кливанде, штате Ахайя. Другие врачи, Ли, например, директор Rush Rehabilitation Institute Нью-Йоркского университета медицинского центра, говорил, «Мы имеем возможность подтвердить благотворное влияние музыки в устранении осложнений во время болезни, в укреплении здоровья пациентов и в сокращении срока их больничного пребывания». Конечно, музыка не магическое средство, говорит музыкальный терапевт из Кливанда, De Foria Lane, но как в больнице, так и дома она является мощным средством лечения молодых и престарелых. Несколько лет тому назад в американских журналах писали об экспериментах влияния музыки на растения. Было установлено, что спокойная музыка задействует росту и развитию некоторых пустов и цветов, а от буйной музыки они и чахнут. Особное негативное воздействие на растения оказывала рок-музыка. После нескольких концертов перед растениями деревья и растения зачихали и зачастую просто погибали. Музыковед Моус писал, «Музыка – это часть нашего естества. Она способна или облагораживать, или действовать разлагающе наше поведение. Если любишь и слушаешь неправильную музыку, твоя внутренняя жизнь зачахнет и умрет». Смотрите, какого интересного вывода пришли исследователи, специалисты, ученые, психотерапевты. Например, Ховард Хансен, бывший директор Истмандской музыкальной школы, комментировал в американском журнале психиатрии. «Музыка – это особенно трудно уловимое искусство, обладающее несчастливыми эмоциональными коннотациями. Она стоит из многих элементов, и в соответствии с их пропорцией она может успокаивать или ободрять, облагораживать или вульгализировать, располагать к медитации или буйству. Она мощная сила как для добра, так и для зла. Музыка не только развлечения, но известна в мире и проповедь. Она неизменно выражает мировоззрение композитора, заметьте, и может быть сильным оружием как добра, так и зла. Бог, довкновляя благодолеменных композиторов, через их музыку влияет на духовное настроение людей. Но и пацю дух пытается то же самое сделать через людей, отвернувшихся от Бога и особенно служащих Ему. Вот здесь мы как раз с вами приходим к такому моменту, как связи сатанизма и рок-музыканта. Вообще, откуда произошла рок-музыка как таковая? Ну, само появление рок-музыки относит к 50-м годам прошлого века. И ознаменовалось она вспышкой самоубийств и поистину психической эпидемией, разрушающей те моральные барьеры, которые признаны сдерживать животные и неизменные наклонности человека. Особенно это коснулось интимной сферы жизни. Начало рок-эпидемии стало и началом нарко-эпидемии, и так называемой сексуальной революции. Корни рока надо искать, дорогие мои, в Западной Африке, в Индии, в магии Вуду. Вуду – это тайная магия негров-рабов, вывезенных в 1619 году в Америку из Африки. И сейчас эта религия Вуду распространилась по всему миру. Она также является религией сатанизма, имеет, так сказать, свою суть в вызывании демонов специальными оккультными средствами и заклинаниями. Это единственный языческий культ, сумевший выжить с приходом цивилизации. Вуду – это образ жизни и бунт. Почему бунт? И против чего? Против рабства и насильного обращения жителей Африки в католицизм. После отмены рабства чернокожее население Соединенных Штатов зажило собственной жизнью, внедряя в американскую культуру свои обряды, песни и музыку, основанную на магических ритуалах Вуду. Это был своеобразный ответ рабов на те унижения, которым пришлось пережить в период расцвета работорговли. Под страхом пыток и казни религия в Вуду была запрещена местные властяне. Рабов насильно хрестили в католичество, что выразилось в обычных ритуалах религии, которые местное население держало под большим секретом. Тяжелая жизнь рабов отразилась непосредственно образом и на их творчестве. А то родным от дома людям, в выродность в привычных условиях, не осталось ничего другого, так сетут на свою судьбу в печальных песнях. Так сложился совершенно особый стиль музыки, блюз, в прямом переводе, подтверждающим своим названием вудийские колдовские корни. Блюз от английского blue devils, то есть дословно голубая девальщина, что у нас переводится как меланхолия. Оказывается, слово меланхолия – голубая девальщина. Потом к блюзу добавился ритм. Постепенно ритм и блюзом заинтересовалась и белокожая аудитория. Но несмотря на отмену рабства, белые и африканцы редко собирались вместе. Расизм распространялся на музыку. Нужно было искать выход из создавшегося положения. И вот диск Джокей одной климинской радиостанции, Алан Фрид, решил проблему простым переименованием этого стиля. Во интерпретации ритм и блюз стали называться рок-н-роллом. Это выражение буквально в переводе, семантическим описывает два движения человеческого тела во время сексуальных забав. И взято оно из аргу американских гетто. В 50-х годах прошлого века рок-н-ролл исполнялся под пианино, гитару или сексофон. В 60-м годах он стал исключительно собственностью электрогитары в сопровождении громкого вокала и барабана. На этом этапе его стали просто звать роком. Стиль же музыки диска, но диск это танцы в ритме рок-н-ролла, возник в Йорке в 1973 году среди американских гомосексуалистов. В то время никто не мог посещать зал диска без того, чтобы не быть постоянным членом пользователя, то есть гомосексуалистом. В 1977 год стал пиком развития клубов диска, в современном звучании дискотек. Вот они наши дискотеки, какой имеют хорошее глубинное свое значение. Танцы в ромосексуалистов. Число подобных заветений возросло от сотни до восемнадцати тысяч. Феномен диска, по его словам у приверженцев, ставит перед собой конкретную цель. Дать возможность испытать в чистом виде низменные эмоции, в атмосфере всеобщей терпимости и музыкального рок-шабаша. Здесь каждый может без малейшего стыда заявлять о своей сексуальности и притковать разврат без малейшего комплекса вины за половые развращения. Такое направление, как панк-рок, ставшее особенно популярным в 1985-1986 годах, обязано самым названием английского слова панк, которое в Англии означало проститутки обоих полов. Более поздний семантический смысл от слова поддонок. Цель и философия этого течения заключается в том, что привести аудиторию к коллективному насилию, систематическим преступлением, самоубийству. Для панка является характерным и приемлемым вполне рода поступки такого рода. Например, во время концерта нанести своего партнера удар бритвой, вшитой в его одежду, и затем добить раненого браслетом, покрытый шипами. Как мы видим, исказано разврат, половая распущенность, крушение морально-нравственных, крестьянских принципов, лежит уже в самой природе рока. А что же является музыкальной основой рока, кроме всего вышеприденного? Вообще для рук практически в всех направлениях характерно наличие определенных бит-ритмов. Бит – это непрерывное повторение регулярных пульсаций в сочетании с укороченными ритмами, которые обеспечиваются ударником, то есть барабаном, и бас-гитарой, что и характеризует ритм рок-музыки. В так называемом жестком или жестоком роке бит действует так, что возбуждает половые инстинкты. Для едкого рока – характерное усиление реакции нервной системы мозга на различные галлюцигенные наркотики. Дурной рок сильно возбуждает инстинкты, связанные с агрессией, насилием, бунтом. В группе heavy metal, то есть тяжелый метал, огромное значение уделяется бас-гитарой, ибо бас не более сильно влияет на центры мозга, отвечающие за чирственную сферу секса и насилия. Поэтому в группе heavy metal бас-гитарист, как правило, является виртуозом своего дела, способным захватить публику и довести ее до исключительных стазов. Сатанинский рок имеет мистическую направленность к силам тьмы, благодаря подсознательным сообщениям, заложенным в его текст. Постоянно припеваемые слова входят в подсознание и начинают там же самостоятельно работать, побуждать к определенным действиям и поступкам. Постоянное прослужение от них и тех же ритмов настраивает человека на определенную эмоциональную войну, энергетическую вибрацию, характерную для мира пасу духа. Маги, чародеи и колдуны древнего мира, точно так же, как африканские колдуны, сибирские шаманы нашей эпохи, вводили из себя при помощи своеобразной музыки и наркотических средств в неистое состояние, находясь в котором, вступали в общение с падшими духами и получали от них необходимую информацию и покровительство. Вот как описывает церемонию сбора духов, совершаемую шаманом при начальном Камлане известный отечественной следователем Мазин. В начале шаман легким постукивом колотушки по бубну создавал мелодические удары. Постепенно усиливаясь, ритм их ускорялся и перешел в сплошной бой. В это время шаман раздрагивает, трясется и издает длинный протяжный вой, подражая реву самца во время гона. Подвески на его костюме оглушительно звенят. Постепенно ритм бубна ослабевает и вновь повторяется прежняя церемония. Затем ритм бубна становится более спокойным и начинается пение. Шаман начал громко бить поданный помощником бубен, завертелся волчком, после чего незаметно выходил на улицу, чтобы впустить в себя главного духа помощника. То есть посредством наркотиков, посредством ритмов и определенной музыки вводит в себя состояние открытости для общения с миром подшим духом. Известно, что африканские колдуны также широко используют строго определенные барабанные ритмы для вхождения в состояние, позволяющие общаться с полусторонним миром. Зачастую при этом употребляются разнообразные наркотические вещества. Так, например, в храме Вуду медиумы нередко выполняют действия, напоминающие шаманские. Перед прелицанием они с помощью крепкого табака, различными примесями и специально приготовленного нормального чеснодобия доводили себя до состояния транса. Выкрикиваем предсказания и прелицания и столковываются уже верховным или другим грецом. Современные исследования доктора медицинских добров показывают, что под действием наркотиков, в частности ЛСД, человек переживает фантастическое внутрь путешествия, собственно, бессознательное и сверхсознательное. Ну, выражаясь языком православным, переживает контакт с миром подшим духом. И вот посмотрите, все, что связано с непосредственным состоянием и вхождением в колдовское общение с миром подшим духом, для шаманов, африканских колдунов, все это очень связано и находит свое выражение и непосредственно в рок-музыке. Где наркотики являются непременным атрибутом практически для всех рок-групп и для тех, кто ходит на рок-концерты. То есть, человек при помощи определенных течений рока вводится в такое выстояние, в каком примерно отходились африканской луны и сибирские шаманы, общаясь с миром подшим духов. То есть, сатанинское общение. По словам Скотта, музыка должна быть направлена к тому, чтобы привести людей к более тесному контакту с духами, с нечистыми духами. Мы вступаем в эпоху нового века, в New Age. И в первую очередь, пишет адепт этого движения, мы стараемся посредством вдохновенной музыки распространить дух оккультизма для соединения всех в одно братство и таким образом оживить духовную вибрацию нашей планеты. Ну, понятно, какая духовная вибрация, кому направлена и какие последствия будут для ее адептов. Стараясь описать свои собственные вдохновенные процессы, Джон Леннон, известный вам представитель группы Битлз, писал, «Это состояние подобно одержимости, вроде психоза или состояния медиума». Ее клонна о группе Битлз сказала, что они были подобны медиумам. Они не сознавали, что делали, но утверждали, что она, эта музыка, проходила сквозь них. И Марк Стороск, певец в рок-группе «Тяжелого металла», в своем интервью журналу «Циркус» сказал, «Вы можете это точно объяснить, вы не можете точно объяснить, но можете сказать только, что она подобна таинственной энергии, которая из метафизического измерения втекает в ваше тело. Она очень подобна состоянию медиума». Литл Ричард испытывал подобное состояние и указал на сатану как на своего вдохновителя. «Мною руководила и мне приказывала иная сила. Это была сила тьмы, которой многие люди даже не верят. Эта сила была черт, сам сатана». Джим Моррисон, написавший «Вэллоус», называл духов, которые временами овладевали им, «Вэллоус», «Властелины». В их честь он составил поэтическое сочинение. Изобретатель популярной звезды рока Джонни Митчелла приходил к ней, а духа покровителя по имени Ад. А она так сильно зависела от этого духа, что когда он призывал ее, никакая сила не могла ее остановить. Частное воздействие подобных духов на композиторов рока выходило далеко за пределы случайных единичных случаях. Фенни Придго, бывшая подруга суперзвезды Хендрикс, сказала, что она всегда говорила, что дьявол или что-то похожа обитал в нем, так что он не имел никакого контроля над собой. И многие другие звезды рок-музыки занимаются культизмом и описывают свои произведения в терминах «то одержимости», «то транса». Известно, что теперь большинство рок-музыкантов обнаружили интерес к оккультизму, колдовству, а иногда даже к сатанизму. Именно некоторые группы черного металла имеют отношение прямую к оккультизму. Так, например, Ковен, Дак Энджел, Дэмон, Инфернальная магия, Посад, Сэтан, Клован, Хуф и подобные. Надо вам сказать, что более 70% рок-музыкантов, относящихся к течению тяжелого рока, имеют названия и в своих названиях упоминания сатаны, ведьм, колдовства и так далее и тому подобное, что указывает их напрямую связь и поклонение. Большинство из них является членами сатаны и вхожу в различные так называемые оккультные организации. Давайте посмотрим, какое же воздействие оказывает рок-музыка на психосоматическое состояние человека. Как указал известный исследователь рок-музыки Жан-Поле Режембаль, сила рока заключена в прерывистых пульсациях, ритмах, вызывающих биопсихическую реакцию организма, способных повлиять на функционирование различных органов тела. В частности, бит может вызвать ускорение сердечного пульса, увеличение содержания адреналина, а также возбуждение в половой сфере. Если, например, ритм кратен 1,5 ударам в секунду и сопровождается мощным давлением сверхнизких частот 15-30 Гц, то способен вызвать человека экстаз. При ритме же равным 2 ударам в секунду на тех же частотах, в случае впадает танцевальный транс, который сродни наркотическому. Современные рок-группы работают в диапазонах от 80 000 Гц до 20 000, даже ниже. Интенсивность звука доходит до 120 дБ, когда на человеческий слух настроен на среднюю интенсивность 55 дБ. Это же решительные штурм всей личности, направленные по царскому пути к слуховому нерву. Были случаи, когда переизбыток высоких или низких частот сильно травмировал мозг. На рок-концертах нередки контузии звуком, звуковые ожоги, потери слуха и памяти. Были произведены эксперименты во время так называемых рок-концертов у людей, молодых спрашивали, сколько вам лет, в каком году вы родились, в каком городе вы сейчас живете. Практически никто из них не мог ответить на эти простые вопросы. То есть полное погашение интеллектуальной корковой деятельности, полный выплеск подсознания наружу и через торможение коркового отдела головного мозга блокировалось полностью критическое его составляющее. И просто в подсознание входили те посылы, которые содержались в песнях рок-музыки. Невозможно в течение продолжительного времени, пишут ученые, подвергать себя воздействию рока и не получить глубокой психоэмоциональной травмы. При этом возникает утрат контроля над способностью и созрельночения, значительно ослабляется контроль над умственной деятельностью и волей. Необузные порывы ведут к разрушению, вандализму, бунту, особенно в больших сборищах, где психополе толпы усиленно вывышу указанными воздействиями рока, практически лишая человека индивидуальности, превращая его в часть машины, управляемую сатанистскими началами. Известны случаи, когда люди просто теряли сознание, отключались во время так называемых рок-концертов. Так, например, в течение всего лишь одного концерта New Kids в зале присутствовало 14 человек, в обрук падал каждый десятый. Выяснилось, что жертвы к любви крутой музыки теряли сознание полностью. В 40 случаях все они были женщинами, а в остальных 60% отмечался коллапс системы кровообращения и не оставались в умутненном сознании. Хал Зилгер, один из первых распространений рок-музыки, писал еще в 50-х годах. Я понял, что эта музыка проникает в молодежь потому, что ритм совпадает с ритмами в их организме. Я знал, что никто ничто не сможет вышибить эту музыку из них. Они будут ее носить себе всю свою жизнь. Кроме секса и насилия, рок-музыка содействует и злоупотреблению наркотиков. Еще в 1960 году в журнале Times комментировал, что композиторы рок-музыки употребляют наркотики часто и открыто. Их произведения насыщены намеками на наркотики. Один исследователь пост «Градуэт Медицин» сделал следующее заявление. Факты подтверждают, что рок-музыка, как правило, стимулирует употребление наркотиков, неразборщую сексуальную жизнь и буйное поведение. Дамы тех рокеров, которые напрямую не употребляют наркотики, нередко сравнивают с наркоманами. Появился даже такой медицинский термин, как музыкальный наркоман. И не случайно поклонники не могут отказаться от рок-музыки, и доза ее все время должна увеличиваться. Возникает необходимость слушать новые-новые записи. Рокер, как наркоман, идет на все, чтобы получить всю порцию рока. Без рок-подпитки рок-зависимые становятся социально опасными элементами. Так получается, что рок совсем не безобидное времяпривождение, а самый настоящий наркотик. Не менее смертельный, чем, скажем, героин. Хотя героином настоящие рокеры не гнушаются. Надо вам сказать, что многие известные рок-звезды являются открытыми членами сатанинской группы. Например, Оззи Осборн из группы Black Sabbath во время одного из концертов, войдя в состояние неистовства, разорвал на глазах у публики, разорвал зубами живую птицу, окропил ее кровью их, призывал стону и так далее. Музыканты рок-группы KISS неоднократно во время своего выступления крушили аппаратуру, ломали инструменты, демонстрировали публике свои половые органы. Элис Купер швырял в зал змей, часто в колдовских ритуальных целях симулировал смертную казнь через повешение, играл котлом на полной крови животного, кишками и потрохами, бросал их в аудиторию без предупреждения. Вот свидетельство этого Элис Купера. Несколько лет тому назад я посетил сеанс спиритизма, на котором Норван Бакли умолял дух откликнуться. В конце концов дух появился и сгорел со мной. Он обещал мне и моей музыкальной группе славу, власть над миром в рок-музыке и неслыханное богатство. Единственное, что он потребовал от меня, это отдать ему свое тело. В обмен на обладание моим телом я стал известен во всем мире. Для того, чтобы достичь этого, я принял имя, которым он представился во время сеанса. Так, Ветцент Пуньер получил приздомин Элис Купер, имя ведьмы, умершей веком раньше. Он специализировался на расхвалении всех форм извращений. Известный альбом Элис Купер идет в ад. Мик Джаггер из группы Ролик Стос рассматривал себя как влащение Люцифера. Три его песни «Симпатия к дьяволу», «Их сатанинским величеством», «Заклинание у брата демона» явным образом это подтверждает. Джон Леннон, будучи на гастролях в Германии в 1962 году, сказал Тоду Шеридану в Гамбургсенстадт-клубе, «Я знаю, что у Битлз будет успех, как ни одной группы, до нас. Я знаю это потому, что ради этого успеха я продал свою душу сатане». Еще в 1966 году Джон Леннон хвастался, что христианство идет и что группа Битлз будет более популярна, чем Христос. Ну пропускаем его на дальнейшее подругательство над Христом. Но я думаю, довольно достаточно этих свидетельств, которые просто говорят и утверждают прямую связь звезд рок-музыки с сатанизмом и то, что они являются медиумами, людьми, через которых сатана воздействует на аудиторию, воздействует на молодых людей. И частное прослушивание их песен ведет просто контакт с сатаной. Не случайно сатанисты в России узнают друг друга и обмениваются информациями посредством интернет-обращений, газетных обращений, обменяясь записями по тяжелому року, встречи о фанатах тяжелого рока или, так сказать, едкого рока или так далее, так далее. Это один из, так сказать, характерных признаков сатанистов. Одно исследование показало, что из 700 самых популярных песен тяжелого металла, 50% говорят об убийстве, 35% о сатанизме и 7% о самоубийстве. Профессор лирики Нью-Йорк-Йоркского университета Шелла Дэвис убеждена, что необходимо обратить самое серьезное внимание на содержание популярных песен и учесть не только, к чему они призывают общество, но особенно те результаты, которые эти призывы приносят. Национальный совет в церкви опубликовал исследование, из которого видно, что возрастающее агрессивное поведение молодежи является прямым результатом мудрого содержания современных фильмов и музыки. Кроме того, воздействие на психику своих слушателей часть рок-музыкантов оказывает через маскировку обратного звучания. Что это значит? Это когда в психику человека просто посылается сообщение, которое или записано на сверхвысокой частоте, которое человеческое ухо не может услышать, или при маскировке обратного звучания. Когда вы, например, будете проигрывать в обратном направлении, это диск или пленку, вы услышите слова, которые туда заложены. Например, употребляй наркотики, поклоняйся сатане и тому подобное. Человеческий мозг не в состоянии это воспринять, но, войдя в подсознание, это сообщение продолжает действовать и оказывать очень сильное влияние на своих адектов. Кроме того, все пластинки порог музыки, они просто покрыты сатанинской символикой. Пятиконечные звезды, дым, молнии, огонь. Молния направлена вниз, которая означает саму сатану. Перевернутый вверх православный крест, как мы с вами говорили, надежды социалистов и прочие атрибуты, свидетельствия о том, кому и чему служат эти музыканты. Магический круг, который там используется. Число 666 или 999, то есть перевернутые три шестерки. Так является характерным признаком сатанистов и рок-музыкантов. Ну, конечно, это не может проходить, такие концерты, без взрыва насилия. И прямо во время выступления рок-ансамблей. Так, например, в 1965 году на концерте Битл США был убит из-за данного насмерть 100 человек. А в 1981 году на концерте Зехуа в США убит 11 и ранено 42 человека. В Вильбурне на фестивале рока получили серьезные ранения более 1000 человек. В 1988 году во время выступления Ганс Эн Розис на фестивале монстр-рока в Дэддингтоне было задавлено насмерть двое. Спустя 6 лет снова смертельные ранения среди зрителей уже на концерте Ice Cube of Glasgow. В то же время в 1994 году смерть зрителей от удара по голове за гестрином во время выступления в канате группы Motorhead. Ну и так далее и тому подобное. То есть смерть, безусловно, сопутствует просто руку к руку. Огромное количество самоубийств, которые совершают поклонники рок-музыкантов. Огромное количество убийств, которые он совершает. Так, например, в городе Джефферсене штата Нью-Джерси юноша Фома Сильван заколол ножом свою мать Беттиан в подвале их дома. Затем он поджег диван, сели жечь дом, и так убить своего отца и младшего брата. И выбежав из дома, покончил жизнь самоубийств, перерезав себе на руках. Всю неделю до этого преступления Фома написал рок-песенку о крови и убийстве матери. Позже полиция выяснила, что Фома был талантным студентом, отличным спортсменом и селскаутом. Он стал как-то увлекаться рок-музыкой и тяжелого металла. До совершения преступления он поверил своим друзьям, что сатана явился ему и велел убить всю семью, что он и попытался сделать. По информации журнала «Шпигель», музыканты из течения «Деф-метал» ищут связи с ненацистами, в частности с российской нацистской организацией, бело-армейской движения, и пробуют сатанистов объединить с фашистами. Некоторые рок-музыканты за преступление сидят в тюрьмах. И меняется нургальцами могилами, нелегальное владение взрывчаткой, поджог, убийство и так далее. Вот теперь приведем несколько подсознательных сообщений, которые мы можем найти в песнях, которые предлагают музыканты рока. Например, группа «Кис», название которой шифровывается «Каролина» в службе сатаны. Песня «Бог грома», сообщение «Дьявол, сам Бог». Мадонна, песня «Наподобие девы», сообщение «Я трансформируюсь в грехе». Квин, песень «Небольшой сумасшедший, называемый любовь», сообщение «К черту Библия, все, что я хочу, это магия». Роллинг Стоунс, песня «Вершина», сообщение «Я тебя люблю, так говорит дьявол» и так далее и тому подобное. Ну, западные ученые, в частности психологи-психиатры, глубоко изучали явления рок-музыки, воздействия на людей и в частности на молодежь. Они пришли к следующим выводам. Первое. С самого возгновения кинозвуковой индустрии, мелодии, слова и картины, как в отдельности, так и в особом месте, имели глубокое влияние на общество и на отдельных людей, как в положительном, так и в отрициальном направлении. Некоторые типы музыки и видеофильмов способны утверждению недостойных человеков вредных чувств и плохого поведения, путевнушения, оправдания, поощрения насилия, вандализма, насилования, убийства, злоупотребления наркотиков, самоубийства, человеческих жертвоприношений, деградации женщины, детей и чеческой расы, зверства, садизма, мазохизма и других извращений. Подобный аморальный материал большую часть направлена молодежь в годы ее повышенной восприимчивости. Этот материал почти повсеместно доступен, независимо от возраста, когда есть деньги. Факты показывают, что рок-музыка стимулирует половой разраспущенность, развращенность. Согласно журналу US News and World Report о 19 марта 1990 года, в данное время существует 13 рок-групп, названных именами мужских половых органов, 6 именами женских половых органов, 4 вариантами слова сперма, 8 связанных с аботом, 1 имя болезни матки. 10 групп названы в честь разных сексуальных актов, а 8 включают в свои названия ругательные матерные слова. Названия говорят сами о себе. Современная рок-музыка, насыщенная элементами внебрачного сокупления, супружки измены, садизма, мазохизма, гомосексуализма, изнасилу, некрофилия. Нередко рок-песни поощряют совершать секс со всеми, кем хочется. Также исследования National Education Association заключили, что около 6700 юношей в год вызвано влиянием нигилистической и фотосистической рок-музыки. Вот думайте, сколько в эти цифры. Ну и в связи с этим, в завершении нашей беседы, хотелось бы затронуть такой вопрос. А возможен ли православный рок? Вот сейчас, на сегодняшний день мы сталкиваемся с этой проблемой. И все чаще некоторые наши мужи, типа Протодиакона Кураева и так далее, говорят, что вот можно и нужно использовать рок для проповеди христианства в среде молодежной. Ну, нужно вам сказать, что рок-музык – это всегда протест. Прежде всего, это протест против Бога, против страны, против родителей. И надо приписывать року не свойствам положительных качеств. Доброе дерево, по словам Евангелия, познается по плодам. Если известный рок-музыкант Константин Кинчев борется с наркоманием, алкоголизм с помощью своих песен, то почему на его концертах тяжело найти трезвого фаната? Почему не организовать концерт, на котором входным билетом была трезвость? Потому что продюсеры не разрешат. То есть пострадает материальная сторона процесса. Тогда гостям надо честно сказать фанатам, мне наплевать, что вы сегодня кололи и щупили, главное, что вы пришли и мы вместе. В этом случае можно говорить о рок-музыке как о профессии, но не о как конструктивной миссии. В случае с Алисой, известный наш ансамбль, это псевдо-миссия. И нет никакой разницы, что поет группа. Ведь акценты расставлены неверно. И, конечно, здорово, что Константин пришел ко Христу и расстался с многими сам страстями и зависимостями, но одна из зависимостей, рок-наркомании, им явно не побеждена. Но самая большая опасность року заключается не в его внутреннем содержании, а в его попытках проникнуть в церковь. Вот мне неизвестно бывший рок-музыкант Анатолий Артюха. Если учесть происхождение слова рок, а мы его разбирали, а не учитывать это нельзя, то возникает вопрос, как могут стать рядом два взаимоисключающих понятия рок-н-ролл и православие. Православный рок – это, по сути, нонсен, абсурд. Точно такие же, как слова «женатый монах» или «православный атеист». Если в ветеранских храмах разрешены рок-концерты, хоть и благотворительные, хоть и христианского рока, это делают в церкви. Только надо помнить, что также ветеранская церковь в Швеции благословила однополые братья. То есть их церковь пошла на уступку мира и, по всей сути, перестала быть христианской. В самом понятии «православный рок» есть опасность обмерщеления православной церкви и проникновения стадинского влияния в ее среду. Вот тот же Айртюх пишет, «Я нисколько не умоляю личного подвига Киничева, Шевчука и Бутусова. Они пришли к истой вере и остались на сцене. Но их творчество после прихода в церковь ни в коем случае нельзя расценивать как православную миссию». Они просто остались в профессии. В духовной и физически вредной и опасной профессии рок-музыкантов. Если бы Киничев и Шевчук ушли со сцены ради Христа, вот тогда это был бы настоящий подвиг, я уверен. За ним пошли бы многие из их поклонников. Кстати, православие Бориса Гребенщикова, к сожалению, закончилось экубеническим буддизмом. Опять же, вспоминая горький пример отца Иоанна Хлобыстина, если исходят болеющие колебания между такой профессией и храмом, лучше незамедлительно уйти со сцены, чем самовода. Главная опасность роков в том, что духовная музыка. Но духи, которые ее наполняют, это падшие ангелы, бесы. И само понятие «православный рок» уже в наше время напоминает нам о духовной борьбе, которая началась более 2500 лет назад между Вивилоном и Иерусалимом. В этой ожесточенной духовно-исторической битве предыдует действие прежде всего два характерных оружия, с которым сталкивался Израиль и которое сегодня происходит в Церкви. Это секуляризация, обмерщвление и синкретизм. Многоство религий, смешение религий. Точно так же дело сегодня обстоит с Православной Церковью. Проградение чужих идей, обмерщвление и смешение четких библейских границ сегодня гораздо опаснее, чем открытая борьба со Христом и с Церковью. Поэтому, дорогие мои, сама постановка вопроса о возможных православного рока является действительно нонсенсом. Вот что же мы с вами видим, что рог изначально имеет мистические, оккультные корни, что он изначально направлен на развращение молодежи и на связи с миром падших духов, и, конечно же, ни в коей мере не может быть использован в нашей православной среде, являясь ей вражденным изначально антологически. Вот это кратко, что я хотел вам сегодня сказать. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, я постараюсь ответить. Пожалуйста. На протяжении уже достаточно длительного времени, это первый я хочу сказать. И, конечно, вопрос вот такого плана. В 378 году была создана программа Центрального разведывания США «Рог против Востока». Ну, мы, как могли, сигнализировали, конечно, об этом в разные инстанции, вплоть до Леонида Венеща, личная была с ним беседа. Но, так сказать, никаких выводов не было сделано. То есть мы, как бы, сообщали об этом впустую. Это первое. Почему? И второй вопрос. Вот сейчас часть православных книг, она, ну, я бы так сказал, популяризирует таких музыкантов, как Кинчев, Шевчук, так сказать, ну, и других, наверное, да, вот, и почему это происходит. И третье, значит, когда Игумен Сергий Рыбко попросил, по-моему, тогда еще не Диакон, Сергия Ученишвили, чтобы одна из рок-групп заняла первое место на его рациональнефском фестивале, то это было сделано. Спасибо, спасибо, если я многоречил. Мы частично ответили на них в первой части лекции. Мы говорили о некой попытке создать некие гламурное православие, православие без эскетизма, православие обмерщленное, в котором бы осталась форма, но ушел бы дух. Суть православия – это победы духа над плотью, это постоянная связь с Богом, это подчинение духу и духовно потребностям наших плотских материальных потребностей, это жизнь Богом и постоянная к Нему направленность, постоянное трезвение внимания за собой. И вот здесь, конечно, необходимы различные аскетические подвиги, и пост, и молитва, и отсечение ложной, ненужной информации. И вот как раз над размытием сути христианства, над лишением его силы, а если соль потеряет силу, чем ее исправишь? Ни в нос, ни в землю, ни в навоз, ни годица, вон ее выбрасывают на попрание людям. Вот это, как говорится, задача людей, которые изнутри пытаются разложить православие. И поэтому, на мой взгляд, многие пытаются протащить православие, то, что они хорошо знали, и то, чем они занимались до христианства. Вот тот же игумен, так сказать, рыбка, да, но он был раньше рок-музыкантом, увлекался этим роком, значит, жил им, пришел к православию, ну, так сказать, вроде игумен, вроде все должен отринуть и оставить. А нет, старый шлейф. Старый шлейф за собой. То, что знаю, то, что любил, вот приспособить и как бы явить позитивно мне православие. Забывая главное астетическое правило, все забудь, чем ты занимался до пришествия Христа. Все, что не было основано на камне Христа, все мерзость пред Богом. Все твои увлечения, все твои знания, они безумия. И, как сказал Христос, мудрость, мудрецовство мира, безумие пред Богом. Прими чистое молоко христианства. Возрасти на нем. Возврати на святых отцах. Возврати на астетике. Не тащи за собой шлейф, особенно мистический шлейф забвения. И как многие люди попадаются на это? Приходят в православие, каждый пытается что-то свое притащить. Свою гордыню, свою самость. Йоги стояли на голове, занимались медитацией. А почему бы нам не включить это и в православие? Это как хорошо. Стоишь на голове, Иисусу молитву творишь. Ну, замечательно. И здоровье полезно, да? И молитва идет. Вот у меня был такой знакомый. Он, значит, был аспирант, писал какую-то интересную диссертацию, уже почти была готова в области физико-математического направления. Но потом увлекся йогой, пришел к православию, но от йоги не отказался, стал стоять на голове, значит, читать Иисусу молитву, а в перерывах еще крепко выпивать. В результате психиатрическая больница, значит, инвалидность второй группы по психике. Нельзя совместить несовместимые. Вот, а мы часто из-за нашей самости и гордости хотим модернизировать, улучшить православие, внести в него то, что мы сами знаем, что у нас есть какой-то опыт, это умение, это огромное искушение. Вот я вижу это искушение и в области у тех людей, которые пытаются протащить и рок в православие, приспособить его якобы для проповеди православия в молодежной среде. Но действительно, когда там люди приходят на эти рок-концерты колотые, так сказать, выпившие, значит, какое там проповедь? Кто этого Кураева там услышит? Они совершенно иного пришли. Ветерок как наркотик, и надо войти в это эмоциональное состояние, накачаться, выйти в экстаз, там поорать, пережить эти ощущения, чисто кривяные, психосоматические, потому что от этих ритмов, битмов идет выброс эндорфинов в головной мозг, гормонов удовольствия, тех гормонов, которые также появляются при принятии, так сказать, различия рода наркотиков, в чему и сказано, что они сродни. Значит, какая там проповедь, какой там Христос? Потому что они услышали Христа, они разве жизнь свою изменили? Они что, каяться стали? Они от блуду отказались? Они на их спередричастия пришли? Да нет, ничего подобного. Ну, знают они о Христе, могут даже песни про Него поорать. И вот одним из таким страстнейшим актов попытки развалить христианство изнутри при помощи рок-музыки была известная постановка «Иисус Христос Суперстат». Суперстат, да? А что? Девальвировать христианские ценности, выхолостить его изнутри, представить Христа в виде какой-то, так сказать, фигуры оперной и так далее, и так далее. Это просто диверсия явно направлена на выхолощивание и разбиение христианства. И мы должны очень внимательно ко всему этому относиться и строго относиться. А то, что действительно предсказывают, что в последние времена все больше и больше людей будут пытаться, так сказать, протащить свое «я», девальвировать христианство, превратить в православие некий, как говорится, гламурный, так сказать, аспект, это было, есть и будет. И этому, конечно, удивляться нечего. Ну, а почему Леонид Ильич Брежнев не отреагировал ложным образом, я, честно говоря, не могу сказать, так сказать, потому что не знаю. Вот, я знаю, что тогда, конечно, все-таки ставились какие-то препоны вот их воздействию, рок-музыки, определенного плана. И, так сказать, такого, как сегодня, вседозволенности, так сказать, не было. Но и духовного понимания, какой он вред несет, страшный тоже, к сожалению, и не было. Вот, посмотрите, фильм о Высоцком. Вот сейчас вышел, популярный фильм о Высоцком, так сказать, его расхваливают, рекламируют. Но, посмотрите, тоже скрыта пропаганда наркотиков. Выстроен Высоцкий, а известно, ну что он был? Да, он был действительно гениальный, там, поэт, облегчал режим, замечательно. Но одновременно же он пил и кололся. В перерывах между это курил, значит, это, сказать, и балудил. Значит, и, конечно же, вот в выставлении его недостатков, да, Андрей Покасова гениальности, а он популярен сейчас, очень популярен среди молодежной среды, его, значит, его популярность, значит, 32 процента. Одна из самых высоких, вот, среди личностей, так сказать, исторических личностей, после Александра Невского, Александра Невского 35 процентов популярности, согласно данным ЦОМа, а Высоцкий 32 процента популярности, да, и какая идет пропаганда? Вот, гениальный человек был, курил, балудил и пил, ну, как в фильме-то предсказано, да, и был пророком, да, одновременно, посмотрите, то есть, это тоже, совершенно, сказать, ловная, на мой взгляд, вот и идея, и ловная проталгия, ловных и неправильных идей, которые происходят, почему писал апостол, смотрите, как опасно ходите, и вы противник, ваш дьявол, как лев, лев рыкающий, ходит, ища кого поглотить, противостаньте ему правую веру, вот только правая вера, только приверженность к Евангелию, только приверженность к аскетизму, даже православной традиции, можно сохранить, и защитить, от принимания этого зла, который дьявол хочет нас внедрить, поймать, и в процессе этого погубить, и вести с пути спасения. Есть еще вопрос, дорогие мои? Пожалуйста. Как все-таки относиться к такому высказыванию антиполита Кирилла, когда он был на встрече с рок-музыкантом, в частности, с Шевчуком, он в интервью сказал, что слово Божье может быть неявно выражено в творениях, в рок-творениях. Это было опубликовано газетой Метро, году Кирилл назад, еще до бытности его театрами. Как вы к этому относитесь? Я думаю, что, знаете, ведь только по учению католической церкви Папа Римский безгрешен. И то, когда обещает скафедрой, Папа Экскафетра. И наша православная церковь, она осуждает этот постулат о безгрешности римского Папа. А всякий человек, в том числе патриарх, он может иметь и некие ошибочные мнения и представления. И на мой взгляд, это мнение ошибочное. Ну и в этом нет ничего удивительного, потому что он же не святой. И мы с вами живем в такое страшное время, что когда люди о Боге о Боге, о Боге, об истине, действительно, мало где могут узнать. Ну, посмотрите, обыкновенную семью, среднестатистическую, которая в храм не ходит, значит, глубокой веры не имеет, может быть, детей и крестил, на всякий случай, но за всем все и православие кончилось. И где она узнает о Боге, где она узнает о вере, где она услышит, вот если есть какая-то возможность так-то воздействия на людей в любой среде, ну, почему бы не воздействовать? И если вы умеете, сможете раздавать Евангелие, сказать, сказать Слово Божие, в любой среде, будь то в театре, будь то на том же уроком центре, это не возбраняется. Подождите, это ваша миссионерская деятельность. Вы занимаетесь миссией, а миссией можно заниматься везде, да? Но это не говорит о том, что урок хороший для православия, да? Он нехорош, но вы туда пришли и есть люди, которые готовы были услышать о Христе. Ну, и замечательно, и замечательно, слава Богу, да? Это только одно, что миссионерской деятельностью действительно кого Бог благословил, надо заниматься, надо говорить, надо не бояться, но чаще надо говорить там, где могут услышать, да? Потому что если люди не готовы, не хотят слышать, а вы будете говорить о Христе, то они имя Христа будут поносить и вас еще побьют, да? И пользы никакой не будет, а только одно, как говорится, вред вере, и люди еще больше будут грех введены за богохульство свое, чем больше ответа дадут на страшном суде, да? Поэтому, конечно, должно это все делать со вниманием и с разумением. Почему Православная Церковь не использует той методики в проповеди, которую используют те же эгоисты, которые нагло ходят по домам, навязывают Библию, навязывают свое мнение, пытаются других людей заставить, как бы, собедить, подчинить своему левуянию, потому что Бог хочет, чтобы человек добровольно пришел к Нему по любви. Понимаете? Добровольно и по любви. Православная Церковь предлагает, но не насилует, убеждает, но не внушает, предлагает, но не заставляет. И если человек хочет услышать и ответить, он обязательно услышит, и Бог обязательно затронет его сердце. А вот такое навязчивое принуждение, безапелляционное, наглое, врываться в всю жизнь, попытка внушения, манипулирования сознанием, она невозможна для православной Церкви, она противна ее духу, приходящей ко мне ни жену, вон. С любовью предложу человеку истину, если он хочет, то это примет. Но навязывать и насиловать человека ни в коем случае не буду, потому что никогда методом насилия, навязывания благих результатов достичь невозможно. Ну вот, дорогие мои, благодарю вас всех за внимание, разрешите вам пожелать благости, мира, любви, помощи свыше, достойно провести этот пост и радостно встретить Рождество Христово.